Че, Манфисочек? Голубки летают. Спать тебе не дают. Моя зайка. Глаза у нее прям такие прозрачные. Зрачки такие плоские-плоские. Вертикальные. Он летает, он на них смотрит и мякает. Мяк-мяк, мяк-мяк. Ну, моя так. Всем привет. Собрались с родителями в город. Надо купить рыбки. Захотелось. Вот. И хочу отцу купить борсетку. Не борсетку, а такую. Ну, да, наверное, не борсетка это. Или борсетка. В общем, ткань у него такую сумочку, что-то сплечет. Потому что у него есть зеленая. Я понимаю, что он не может поместить все содержимое в эту борсетку. Вот. И часть берет в пакет. Вот. Я ему, когда с Артемом ходили в магазин с бургмастером, вот. Я ему там купила скетчерс. А скетчерсы, они сумочка, она большая ему. Я говорю, отдай Тёмке, а эту и другую тебе куплю. Я нашла в чендем другую. Купила вот такую сумочку в чендем. Сейчас посмотрим, подойдет нам бы. Вообще, выключи. А как его надоить? Входит телефон, смотри. Ну, я на большее, я уже посмотрела. Хорошо входит. Ключи. У меня вот все входит в телефон. Да, тут вообще ничего у тебя не влазит, смотри. Очки с телефоном рядышком можно. И свет такой зеленый какой-то. Вот так только. Зеленый вот ни с чем же не сочетается. Он прочный, понимаешь, что это ткань, такая синтетическая. А это баллонь. Только то же самое. Ну, прочнее, прочнее. Ключи-тошковый. Я за него отдал, ну, рублей 400, наверное, 500. Дофига себе. Ну, он как-то выгодит уже, убожество. Ключи, трикотаж. Ну, еще документы отдельно положи, и все. Ключи, отгоражающие у него. Пакетик какой-то. Батарейки. Я думала, фрезервативы. Вот ключи, видишь? Трестик, а здесь два. Ну, нет, увидишь третьего. Вот это, кроме как и для телефона, нет места. Ну, ту зелененькую вовнутрь засунете с ключом. Ну, вот эту барсетку засунем вовнутрь. Тут дополнительный кармашек, просто, видишь, для ключа у него. Для ключей отдельно надо было здесь сделать. А тут нету, видишь, таких больше. Ключи? С тремя кармашком не видела. Да, распускается внизу пряжка. Ой. Видишь? Страшная она какая-то. Ничего, да не страшно. Она не подходит. Зеленая, только с зеленым. С защитной. Ой. Ой-ой-ой. На телефон не влазит. И что, отдельно оттаскаешь все отдельно в пакетиках? А тут все засунул и пошел. И бумаги можно, наверное, какие-то затолкать. А тут все. И все же, нибудь, по две тысячи. Какой лес? Какой лес-то? Да, ну, кого-то придумала. Не, ну-ка, ткань попреку. Ой, ну, толще, реально. Ткань. Она прочная, видишь? Ну, она. Крепеж сделал на болты. О, нифига себе. Чтоб не оторвалась. Нифига себе. Ну, еще и апгрейдил. Карабинчики. Чик-чик. Ну, возьми карабинчик. А, там не сделаешь карабинчик. Ну, так разве там сделаешь? Здесь можно сделать. Здесь пластиковые просто дужки. Ну, не знаю. Спасибо. Посмотришь. Фу, только зашла домой. Так, купили малины. Это у меня сколько здесь? Три литра. И висует 60 рублей. И последняя малина. Наистись до отвала надо. Так, купила в Абсолюте три пирожка с мясом слоеных. Самсу, с курицей. Виса, это не игрушка. Моя сумка играет, сидит уже. Так, купила в Экспрессе еще. Сейчас отдельное видео сниму, чтобы вам не долго муторно смотреть было. Так, кому надо посмотреть отдельно потом в Экспрессе. Так, здесь рыба у меня форель. Килограмм стоит 870 рублей. Я взяла 2 килограмма, по-моему, где-то. Да, 2 килограмма вышло мне. Так, сливки взяла. Ну, это чтобы не скучно было малину есть. Анфиса рыбку нюхала. Родители еще брали икру. Надо будет сейчас отнести им деньги. Напополам баночку поделим. Так, 2000 рублей горбуша икра стоит. Там такая икра обалденная. Покупали на октябре. Магазин морепродукты 03, если кому интересно. Там у меня фикс прайс лежит. Сейчас в отдельном видео вам с ним покажу. Так, и тут я еще купила ветровку в Спортмастере по бонусным баллам. Скидка хорошая была. И так, скидка 50% на нее, она водоаталкивающая. И, в общем, классная. Всего тут там тысячу с лишним вышло у меня. И штаны в Бьянке брала. Магазин, вот он, Бьянка. На против старого рынка магазин это находится. У них всегда прикольные костюмчики есть, ветровочки. Сейчас там у них пальто. Сейчас разверну, покажу. Так, вот такая вот ветровка. Она немножко утепленная. Ну, не тоненькая. Здесь карманы. На этих, на заклепках здесь замочек. Капюшон большой. Здесь вот подгибается. Можно закрыться. Знаете, в лес куда-нибудь в сырую погоду. Вообще супер. Поддеть кофту. Отлично. Это у меня размер М46 я взяла. Вот у Венчер фирмы. Так, сзади, знаете, как сделано? Сейчас покажу. Сзади здесь утягивается на талии. Вот так вот. Здесь разрезик сзади. Ну, как анорак, только укороченный. Как оверсайз она сидит. Здесь вот пуговка. Застегивается цвет. Такой какой-то, знаете, морской волны. Вот что-то близко. Классная. Такая приятная ткань. Как будто вельветовая. Она очень прикольная. Она водоотталкивающая. Прямо написано здесь. Это здесь написано. Смотрите. Видите? Водоотталкивающие свойства имеют. Ну, это классно. В сырую погоду в лес куда-то выйти. А то у меня такой куртки нет. Вот. Дальше. В Бьянке я взяла такие вот трико. Я вообще в Инстаграм у них посмотрела. Там у них светло-серые они были. А тут по факту пришла, они темно-серые. Но нормальные. Они как бы по размеру подходят. Я надела. Это 44-46. Карманы здесь на высокой талии. Резинка здесь. Что там? О, гуля, фолкс. Шерсть какая. Ну, приятная такая ткань необычная. Текстура. Как будто бы с какой-то шерстью сделана. Но они не болтаются. Прямо хорошо сидят. Классные штаны такие приятные. На ощупь. Вот. Ой, Анфиса ходит кругами возле рыбки. Да, Анфиса? Классные штаны. Классные штаны. Продолжение следует...